Всем привет! С вами Денис и Kiwi Education. Сегодня мы пообщаемся с Азатом, победителем стипендией, покрывающей полную стоимость обучения в институте NZE в Окленде по программе Digital Marketing. Азат выиграл эту стипендию в 2018 году и сейчас уже практически заканчивает обучение. Кстати, хочу вам напомнить о том, что именно в данный момент идет очередной конкурс на подобную стипендию, но на этот раз уже в институте Альфа. Так что не упускайте свой шанс. Проходите по ссылке в описании и участвуйте в конкурсе. Азат, расскажи для начала, откуда ты, чем ты занимался, какой у тебя бэкграунд, где ты работал и так далее. Я из Уфы. Жил там до окончания школы. Потом переехал в Москву и где-то до 2015 года жил в Москве. Работал в Яндексе. Потом работал долгое время удаленно и путешествовал. Позапрошлом году, по-моему, узнал про Новоизландию. Задумался и в прошлом году, получается, выиграл. То есть у тебя, в принципе, опыт был как раз в диджитал-маркетинге. Да, в диджитал-маркетинге я уже 6 лет, получается. После Яндекс работал в агентстве на Бали. У нас было 2 офиса. Собственно, это мне позволило работать удаленно и путешествовать. После этого работал на Sandbird в американской компании. По сути, занимался тоже больше рекламой на Фейсбуке и Google Ads, медиапланированием. А как ты узнал о нашем конкурсе и почему вообще решил принять участие? Это интересная история. На Шри-Ланке я познакомился с Юлей, которая работала, я работаю сейчас в Kiv Education. Она мне рассказала, что есть такая возможность для диджитал-маркетологов полететь в Новой Зеландию. В 2017-м я об этом задумался и искал варианты, как переехать. А в 2018-м узнал про конкурс, подал, сделал вводное задание и, собственно, все получилось. Ну вот ты когда делал задание, ты уже рассчитывал на победу или там как повезет? Я понимал, что будет конкурс, потому что в 2017-м году была похожая история. И я немного не успел подать на этот конкурс. И, честно, была надежда, она до конца не отпускала. Ну вот, собственно... Без надежды никуда. Повезло, да. Когда у тебя началась учеба и когда она заканчивается? Учеба началась в октябре, длится программа год и заканчивается в конце августа. Разбита на 4 семестра, по сути, есть каникулы. Вот буквально сейчас закончились весенние, точнее осенние. И еще 4 месяца до окончания. А при этом сколько предметов, как вообще структура учебы устроена и по каким дням ты учишься? Угу. Предметы разбиты по семестрам, также 2 предмета на семестр. Всего, получается, 8 разных курсов. И, в принципе, они все сбалансированы. Получается так, что ты учишь 1 предмет 1 день. То есть нету какого-то микса. Учимся мы 3 дня. 1 день полный рабочий и 2 частично вечером, с 5 до 9. Итого, получается, 20 часов плюс где-то 10 часов на самостоятельное обучение. Приехал в Токапуну и сейчас покажу, где я учусь. Здесь небольшая кафетерия. Сегодня у нас вторник и у нас на первом этаже спавла занятия. Есть комната для самообучения, какие-то столы стоят, компьютеры. Многих также интересует преподавательский состав. Кто преподаватели, ну, во-первых, по национальности, потому что это тоже многих волнует. И кто они по своему бэкграунду? Преподаватели, кстати, довольно разные. Есть теоретики, которые в основном всю жизнь преподавали. Очень хорошо подкованы теоретически, но с практической точки зрения их заменяет кто-то другой. Есть практики, допустим, по контент-маркетингу. У нас была основательница местного диджитал-агентства. И поэтому курс был в субботу. То есть в пять дней она работала и в субботу преподавала у нас. Что было полезного? То, что там практически была одна практика. По сути, меня это больше всего интересует. По составу тоже довольно разные. Есть британка, которая, можно сказать, кивоска, потому что она здесь родилась. Есть индус, филиппинка. И, кстати, русская тоже, Инна, которая преподает сошел-медиа. Какие, кстати, еще предметы есть? Вот сошел-медиа, контент-маркетинг. Да, контент-маркетинг, сошел-медиа, адвертайзинг. То есть там адвертайзинг тоже различается на Facebook и PPC. Недавно был курс очень полезный для меня. Это был диджитал-дизайн. По сути, в дизайне мы изучали основы веб-дизайна. И очень много было практики нарисования лендинг-пейджов, посадочных страниц, логотипов. И еще будет два курса по веб-аналитике. И, кажется, по мобайл-маркетингу. Довольно интересно. Сейчас проходит веб-девелопмент. Мы делаем сайт на WordPress и изучаем различные темплейты. То есть разные сайты конструкторов, плюсы-минусы. В общем, довольно интересно. Ну, то есть все практическое, прикладное, то, что действительно нужно в работе в диджитал-маркетинге, по идее. По сути, да. Есть такие сухие курсы, больше лекционные. Они для меня, можно сказать, легкие, потому что у меня довольно большой опыт в маркетинге. И мне было немного скучно на их. Но практики тоже много. Я стараюсь везде найти что-то такое полезное. Ну, вот как раз я хотел спросить, что какой-нибудь один какой-нибудь предмет или одна сторона обучения, которая нравится больше всего, и другая, которая не нравится больше всего. Вот как раз, как рассказал про диджитал-дизайн. Понравилось, что Эмили, она долгое время работала в дизайне и рассказывала изнутри, из агентства, из компаний, как строится дизайн-работа в агентстве, компаниях. Как, ну и основные, то есть основные моменты, как маркетологу взять максимум. То есть нам не нужно быть дизайнерами, но при этом нам нужно понимать, как устроены лейауты, типографии и так далее, чтобы общаться с теми же самыми дизайнерами на одном языке. Это, наверное, такой плюс, потому что очень много практики и задания практичные. Из минуса скажу, что есть бюрократии очень много, то есть есть определенный стиль письма на английском, референсы и так далее. То есть это такое стандартное академическое письмо. Если есть какие-то недостатки или минусы в английском, то придется сложно. Но в целом, эта бюрократия есть везде, в любых учебных заведениях. Ну да, это все-таки академическая среда в том числе. Где ты сейчас живешь и сколько уходит на жилье? Я снимаю комнату в центре. Я думаю, что мне повезло с комнатой, потому что плачу я 150 долларов в неделю. Это довольно немного для центра. Живу, кстати, здесь в 10 минут пешком. Дом у нас отдельно стоящий, поэтому соседей у нас нет. И на первом этаже мы делим дом с веб-студией, которая находится здесь. И здесь моя комната такая довольно небольшая, минималистичная. Я люблю минимализм, наверное, поэтому она мне сразу понравилась. И это наш зал, который совмещен с кухней. А на учебу сколько добираешься? До учебы у меня ходит прямой автобус. По-моему, около 20-25 минут вместе с автобусом и прогулкой до остановки. Сколько у тебя уходит при этом на прочие расходы? Вот, допустим, на ту же дорогу и на питание? Я, кстати, ввел бюджет первые месяцы, чтобы понимать примерно соотношение. Скажу так, что примерно половина бюджета уходит на жилье. Потому что помимо оплаты там есть интернет, есть какие-то коммунальные расходы, которые разнятся. Ну, где-то около, наверное, около 100-150 долларов в неделю на еду. Потому что я готовлю дома, а при этом часто ем еще где-то на улице. То есть от 300 и выше, в принципе, уходит неделю? Да. Все про все? Да. А что по поводу проживания с иностранцами? Насколько я знаю, твои флэтмейты, они не русские. Какие плюсы, минусы и какие-то особенности такого проживания? С латвэтом мне тоже повезло, потому что... Смотри уже, который раз тебе повезло. Майки живет здесь, по-моему, 9 лет. Он бывший шеф-повар. И поэтому он частенько готовит нам ужины. То есть мы вместе ходим за продуктами, договариваемся, кто моет посуду, кто ему помогает. Но в целом он готовит такую азиатскую кухню. Мне как же шум в Азии, это интересно. Мы делаем пиццу сегодня. Есть Филиппинка. Она работает в консалтинговом агентстве, довольно крупном PwC. И с ней интересно пообщаться про менеджмент, про какие-то путешествия. Часто летает в командировки. В целом из плюсов, наверное, общение всегда на английском. Практика. Практика. Разница по возрасту у нас небольшая, плюс-минус 3 года. И частенько бывают какие-то вечеринки, ну такие домашние больше, по субботам. В общем, все в меру. Ты любишь путешествовать. Что по путешествиям по Новой Зеландии удается выбираться? Да, удается. Причем получается так, что я путешествовал больше, чем я думал. У меня было в представлении, что я буду учиться. И так как здесь стопроцентное посещение, которое потом куда-то передает свое миграционное агентство. Но при этом как-то так сбалансировано. Все время пытаюсь найти какие-то варианты. Ездил пару раз на Южный остров, несколько поездок делал по Северному. В целом стараюсь выбираться из города. Ну то есть в среднем в два раза больше, чем любой житель Новой Зеландии и Кореной. Может быть. Что тебе, ну как у тебя в целом впечатления от Окленда и от Новой Зеландии в общем? Ну мне вообще очень нравится. Зашло? Мне зашло, да. Я не буду уникальным, я расскажу какую-то банальную вещь. Мне нравится здесь соотношение природы. Есть в принципе все, что я люблю. Есть горы, есть океан. Вот мечтаю зимой выбраться и покататься на сноуборде. Надеюсь, к следующему лету уже начну серфить. Так что в этом плане, в этом диверсификации всего, природы, мне очень нравится. Думаю, что после Окленда, так как учеба закончится, поезжу немного по Новой Зеландии, поживу в разных местах. И работа диджитал-маркетологом как раз позволяет это делать. Можно из разных мест. Какие-то определенные недостатки, которые вот прям тебя особенно раздражают в жизни в Новой Зеландии? Есть такие, да. Они, наверное, связаны, скорее всего, с сервисом. Потому что здесь частенько не отвечают вовремя на запросы. Если ты привык к московскому сервису или к сервису, который есть в принципе в России, с этим здесь сложно. Здесь немного такой уровень Азии. Да, в целом в городе есть свои тоже недостатки. Но это, как и в любом большом городе, есть бездомные, есть наркоманы в каких-то районах. Я к этому нормально отношусь, довольно толерантно. Одним из условий нашей стипендии было предоставление рабочего места. Для того, чтобы можно было подрабатывать и применять на деле все эти навыки и знания, которые ты получаешь во время учебы. И мы, собственно, сдержали слово, мы предоставляем. Поэтому буду об этом спрашивать. Это странно немножко об этом спрашивать с мейстером, потому что я знаю все. Но для зрителей рассказать. Расскажи, чем ты занимаешься у нас в компании. Собственно, я начал работать тоже с октября совместно с учебной программой. Я занимаюсь в основном маркетингом по разным проектам. У нас в группе есть миграционное агентство, есть образовательное и еще развиваем наше маркетинговое агентство Kiwi Business. Занимаюсь в основном рекламой, social media, веб-аналитикой. И плюс параллельно еще помогаю своему институту, опять-таки в веб-аналитике. Настраиваю Google Analytics, смотрю взаимосвязи, какие рекламные компании лучше работают, какие хуже. Делаю какие-то рекомендации, работаю с сайтами. В общем, по сути, занимаюсь всем диджеталл-маркетингом понемногу. Ну и как бонус еще о затомности с нашим Виталией, с нашим оператором и монтажером. Они помогают мне для моего контента, для моего личного канала. И путешествуют, и снимают какие-то интересные сюжеты. Коль недавно вы вернулись из Сталпа. Из Сталпа, да. Скоро будет интересный выпуск. Так что, кто еще не был на моем канале, записывайтесь туда тоже и смотрите. Сколько часов в неделю у тебя уходит в целом на работу? Я скажу где-то от 15 до 20 часов на работу здесь. Плюс я делаю иногда какие-то проекты сторонние для российских компаний. То есть получается по времени подрабатывать еще? Да, такая более проектная работа. То есть стараюсь не задевать выходные, но иногда получается так. Ну и по учебе, наверное, чуть меньше. То есть учеба 20 часов включает в себя какие-то дополнительные работы. То есть там самостоятельное обучение дома. Я этим занимаюсь только, когда нужно создать какие-то там практичные задания, сдать эти тесты и так далее. Вот в целом, да, где-то около 20 часов, 20-25, наверное, со всеми проектами по работе. Ты здесь уже за свое время побывал на различных метапах, мероприятиях, связанных с маркетингом. И вот что ты думаешь об этой индустрии, маркетинг-индустрии в Новой Зеландии? Какое твое мнение? Разные мероприятия были, на которых я был. То есть первое, например, Facebook Meetup, такой местечковый, local, по которому было понятно, что уровень Facebook здесь немного отстает от уровня зарубежного. При этом часто организовываются, не часто, но бывают мероприятия крупных компаний, например, от Google. Ходил недавно на Google iCloud, то есть рассказывали про облачные технологии, про веб-аналитику. На таких, на международных организациях видно, что, в принципе, уровень соответствует и публика заинтересована, есть к чему стремиться. По поводу инерции скажу, что здесь скорее не торопятся внедрять какие-то технологии. Многие сайты, скажу так, на уровне двухтысячных. Вот, ну, есть куда развиваться, есть что прокачивать, то есть идей довольно много. Ну, я всегда говорю, что, на мой взгляд, здесь в маркетинге, по большому счету, благодатная почва, но не паханное поле еще. То есть можно расти и расти, много чего развивать. Ты, кстати, знаешь, кто-нибудь из твоих одногруппников уже где-то по специальности трудоустроен, и подрабатывает? Да. Есть у меня одногруппник, который Кивоз, он здесь с рождения. Он работает в Водофоне, но он работает не в маркетинге, но в смежной области, в суппорте. Многие ищут, но это не так сложно, точнее, не так легко найти. И довольно сложно найти оплачиваемую работу. Есть интершипы, есть какие-то бесплатные стажировки. Это у нас, если вы слышите, как гитарные рифы радует ухо, это наш магазин гитар напротив. Так, хорошо. Тогда напоследок скажи какой-нибудь совет, пожелания тем, кто планирует еще принять участие в новом конкурсе, или вообще в целом рассматривает переезд в Новую Зеландию, учебу здесь и так далее. Или, может быть, маркетологам, которые нас наверняка осмотрят, какие-то советы и пожелания? Ну, главный совет, наверное, отбросить всю скептику. Я вижу и часто замечаю, что люди очень много критикуют и видят какие-то негативные моменты, сомневаются. В общем, не нужно этого делать. Верьте в свои силы, подавайте заявку, это реально. Ну и для тех, кто собирается уже в Новую Зеландию, мой совет – привезти с собой удлинитель с российской вилкой. Это просто очень практичный тип. Поэтому, ребята, везет тому, кто везет. Пробуйте, старайтесь, будьте профессионалами и оставляйте ваши заявочки, конечно же, на участие в конкурсе. Ссылка будет в описании под этим видео. И всегда будем на связи. Пишите, пока-пока. Пока.